Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Помогает ли трамвайному депо курс, взятый на оздоровление? Пригнали и стулы. Памятник суровой наследницы знаменитой Катюши установили в Наукограде. Учение свет. Бийских педагогов сегодня поздравили с Днем Учителя. Задолженности перед энергетиками больше нет. Трамвайное управление встало на рельсы оздоровления. Еще лето на предприятии разработали антикризисную программу. В планах руководителей депо и городских чиновников выйти на безубыточность уже к 2019 году. Чтобы добиться столь амбициозных целей, пришлось сокращать сотрудников. Оздоровлением трамвайного управления всерьез озадачились еще в начале лета. Тогда был разработан план по выводу предприятия из экономического кризиса. Первым делом в депо провели инвентаризацию активов, оценили занятость персонала. В результате оказалось, что эффективность работы некоторых сотрудников вызывает ряд вопросов. И потому без сокращений не обошлось. Однако, как поясняют городские чиновники, сэкономленные средства будут направлены не на погашение текущих долгов. Эти деньги пойдут на повышение зарплаты трамвайщиков. Кроме того, в настоящее время готовятся поправки в программу поддержки городского электротранспорта. Сейчас там всего две строчки. Это компенсация разницы в тарифах и льготные проездные. На эти цели бюджетом предусмотрено 28 миллионов рублей. К текущему перечню планируется добавить еще 12 миллионов на модернизацию силового хозяйства. Причем половину, а это 6 миллионов, должен вложить город. Некоторые жители приобской части города завтра, 5 октября, на несколько часов останутся без горячей воды и отопления. Такие неудобства связаны с тем, что энергетики будут подключать к теплу крупное оборонное предприятие. Как сообщили нам в компании БИСК «Энерготеплотранзит», без тепла и горячего водоснабжения останутся жители многоквартирных домов поселка Химиков. Ограничения связаны техническими работами по подключению объектов производственного объединения «Сипри-Бурмашка-Топлинию». К работам сотрудники энергокомпании приступят в 9 часов утра. Планируется, что в районе обеда тепло и водоснабжение будет восстановлено. 30 рублей за сутки. Уже с весны следующего года туристам придется платить курортный сбор. Закон депутаты Алтайского краевого заксобрания приняли в первом чтении. Также они одобрили закон, который на Алтае ждут уже много лет. Речь идет о правилах содержания и защиты домашних животных. Уже скоро выгуливать собак можно будет только на коротком поводке и в наморднике. Заходить на детские и спортивные площадки будет запрещено. Чистый воздух, радоновые ванны, отдых в Белокурихе будет платным. Уже с мая следующего года туристам за сутки пребывания придется заплатить 30 рублей. А в 2019-2020 годах сумма увеличится до 50. Освободят от платы лишь некоторые категории льготников. Ветеранов, участников Великой Отечественной войны, инвалидов, а также малоимущие семьи. Напомним, что курортный сбор – это эксперимент в рамках федерального закона. Есть подъездные пути, есть город Белокуриха, как муниципальное образование, есть частный сектор, есть тротуары и все остальное, что необходимо поддерживать. Дополнительный финансированный, потому что нагрузка на эти объекты увеличена. Количество отдыхающих больше, нежели чем муниципальное образование проживает жители. Соответственно, это дополнительно даст легальные средства, которые необходимо потратить только на цели благоустройства. В ходе обсуждения закона о курортном сборе поступили предложения избавить от платы всех жителей Алтайского края. Эту поправку планируют рассмотреть во втором чтении. Также из нововведений закон о тишине. Соседям с дрелью, шумной компанией за окном, а также гитаристам и пианистам, живущим за стенкой, в скором времени придется соблюдать тишину. Так, с понедельника по пятницу шуметь запретят с 22 вечера до 8 утра, в выходные и нерабочие праздничные дни до 10 утра. Днем с часу до трех вести себя тихо обязаны будут жители многоквартирных домов и общежитий. Такие меры связаны с большим количеством жалоб на шум. Тех, кто будет по-прежнему вести себя громко, ждет штраф. Правда, сколько именно придется заплатить за нарушение режима тишины, еще неизвестно. И предлагаем отдельное особое регулирование для тех ремонтных строительных работ перепланировки, которые вызывают шум, да, то есть перфораторы, отбойные молотки и прочее. Там свое регулирование, это более ограниченное, с 19 часов, тоже дифференциация по праздничным, по воскресеньям, воскресенье и праздничные дни. Мы предлагаем вообще эти работы не проводить. И в то же время говорим о том, что вот эти правила не распространяются на вновь вводимые многоквартирные дома до полутора лет. Лай собаки, кстати, тоже нарушение нового закона о тишине. Домашним питомцам на этой сессии как никогда отвели много времени. Краевые парламентарии в первом чтении одобрили закон о содержании и защите животных. Планируется, что владельцев будут наказывать и за нанесение побоев, и за организацию боев между животными. К тому же, хозяевам придется внимательнее следить за своими четвероногими во время прогулки. Запрещается выгуливать домашних животных на детских и спортивных площадках, школьных дворах, на пляжах и иных территориях. Собственники домашних животных не должны допускать загрязнения таких мест. В случае загрязнения обеспечить уборку с применением средств индивидуальной защиты. Новые правила по содержанию животных и закона о тишине еще предстоит одобрить общественности. Внести свои предложения до 12 октября могут бейчане и все жители нашего региона. Для этого необходимо зайти на сайт Алтайского краевого заксобрания. Там нужно заполнить специальную форму и отправить документ на указанный адрес электронной почты. Евгений Плохотин, Яна Аксенова, Павел Лаурнин. Будни. На завершающей стадии комбинат школьного питания «Маяк», который находится в собственности города, заметно преобразился. В настоящее время строители там заканчивают капитальный ремонт. Основной объем работ удалось выполнить почти за полтора месяца. Комбинат школьного питания «Маяк» закрыли в конце июля. 31 числа для проведения капитального ремонта на объект зашла подрядная организация, которая выиграла тендер. Деньги на проведение работ были выделены из тех средств, что поступили в город по линии Наукограда. Изначально планировалось потратить 10 миллионов рублей. Однако в итоге контракт со строительной организацией заключили на 7 миллионов 800 тысяч. Сейчас строители продолжают обновлять фасад здания и завершают мелкие внутренние работы. Была произведена замена всех оконных блоков по всему периметру. Также были демонтированы старые двери, будут меняться на новые. Монтаж кафеля на пол, на стены, покрашены отштукатуренные стены. Также производится ремонт фасада, как вы видели, наверное, на керамогранит. То есть будем поднимать, возрождать комбинат. В эфире информационная программа «Будни». Смотрите далее в программе. Пригнали из Тулы. Памятник суровой наследницы знаменитой Катюши установили в Наукограде. Учение свет. Бийских педагогов сегодня поздравили с Днем Учителя. Масляный радиатор. Всего за 1999 рублей. Формула М2. Здесь выгодно всегда. Балконы и окна от производителя. Только сейчас и только для вас. Скидка 15%. Быстро, удобно и выгодно. Компания «Перспектива». 4063-58. Всероссийская декада подписки. Внимание! Только 10 дней с 5 по 15 октября. Оформи подписку на газету «Бийский рабочий» в любом почтовом отделении и получи скидку от 7%. Подробности по телефону. 317-004. Памятник суровой наследницы знаменитой Катюши установили в Наукограде. В промышленной зоне у Центральной проходной производственного объединения СИП «Прибормаш» установили легендарную боевую машину «Град». Ее пригнали из Тулы. «Град» – это определенная ступень развития СИП «Прибормаш», особенно механического завода, который начинал в 1971 году производство этих систем ракетного двигателя. И поэтому это было единственное целевое направление механического завода. Когда в 1983 году мы соединили приборный завод и механический завод, и образовалось предприятие СИП «Прибормаш», то мы делали порядка 30 тысяч единиц «Града» в месяц. Поэтому это было ключевое такое. Потом родился «Ураган», потом родился «Буратино», есть система залпового огня, и наконец смерть. Поэтому это первый этап развития оборонных продукций систем залпового огня. Реактивная система залпового огня «Град» была принята на вооружение в 60-е годы. В разработке и производстве этих комплексов участвовали несколько институтов и предприятий страны, в том числе наши. Когда-то в Бийске выпускали комплектующие изделия для советских реактивных систем залпового огня, которые производило Тульское научно-производственное объединение. Бийское предприятие СИП «Прибормаш» почти 46 лет выпускает системы вооружения залпового огня, и начало было положено именно со снарядов «Град». Знаменитая машина показала свою эффективность в конфликте на острове Даманском, Афганистане, войнах в Чечне и Южной Осетии. «Град» и сейчас используют российские военные. Добавим, что военную технику предприятие оборонного комплекса получило из Тулы. Боевую машину передал генеральный конструктор НПО «Сплав» Николай Макаровец. Я сегодня счастлив, что мы сегодня празднуем такое событие и отдаем дань тем ветеранам, которые работали, которые ушли из жизни. Гейды, куперы в очереди, безусловно. И вот думаю, что открытие этого памятника просто увеличит энтузиазм наш. А так, моя цель – поклониться коллективу СИП «Прибормаш» и сказать спасибо за труднейшие годы и за то, что сегодня без боя завод работает. И изделия, как горячие пыльки, идут во все точки России и других точек мира. Бийские педагоги принимают поздравления. Сегодня, накануне Дня Учителя в Драматическом театре, прошло торжественное мероприятие. День Учителя для меня очень знаковый день. Я из потомственной педагогической династии. По линии моего папы с церковно-приходских школ, я в пятом поколении педагог. По линии мамы во втором поколении. И с образованием связаны и мои дети. Поэтому мы вот этот праздник считаем одним из главных праздников в нашей вообще личной жизни и в профессиональной жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ В Драматическом театре собрались лучшие из лучших своей профессии. Это ветераны, которые на протяжении многих лет не изменяли свои деятельности. Молодые специалисты, руководители образовательных учреждений. В этот день со сцены для них звучали торжественные речи и поздравления. Педагоги были отмечены почетными грамотами за значительные заслуги в сфере образования, воспитания подрастающего поколения. А отметим, что в нашем городе звание «Заслуженный учитель России» имеют 30 человек. Из них 7 – это действующие работники просвещения. Каждый год в системе образования происходят различные изменения. Однако труд учителей всегда ценился высоко. Очень сильно изменилось само время, в котором живут наши современные дети. Это время современных гаджетов. Немножко стали меньше читать, но попытливости ума, конечно, они изменились в лучшую сторону. Мы любим своих учеников, гордимся ими, гордимся их успехами. И побольше, чтобы они у них были. Бийские спортсмены выступят во дворце зрелищ и спорта Краевой столицы. Там пройдут престижные соревнования на призы Героя России. Накануне состоялись отборочные старты, и два бойца прочно закрепились в команде Алтайского края. Спорт против наркотиков – так называется краевой турнир по армейскому рукопашному бою, в котором приняли участие воспитанники спортивного клуба «Эфа». На этих стартах бойцы старше 18 лет могли не только завоевать медали, но и получить путевку на Кубок вооруженных сил по армейскому рукопашному бою. Два воспитанника Евгения Добыша такое право заслужили – это Роман Далматов и Александр Часовских. Парни попали в сборную команду нашего региона. Кроме того, у бейчан две бронзы – у Сергея Береснева и Константина Куриленко. Делай! На него! Оторвись! Шлем! Добивай! Спонсор прогноза погоды – сварочный центр. Все необходимое для сварки вы найдете именно здесь, в сварочном центре. Все для сварки. В большом ассортименте сварочные аппараты, проволока, резаки, редукторы, шланги, карбин, электроды. Сварочный центр. 45-25-56. И о погоде. Итак, завтра, 5 октября, в Бийске будет пасмурно. Ожидается дождь, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха утром и поздним вечером будет высокой. Магнитосфера спокойная. И о температуре ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 5, плюс 7 градусов. И это все новости на сегодня. Желаю вам приятного завершения дня и отличного настроения. Будьте здоровы и пусть в вашей душе всегда живет весна. Счастливо!